Хеллоу, гайз! Хеллоу! Хеллоу! Бонжурно, сеньоре! Ниманхал! Бонжур! Буэнос Диас! Кроме изучения иностранных языков, большое внимание уделяется изучению культуры других народов, других стран. Кроме Казани, туристическая полиция впервые появится в Сочи и Санкт-Петербурге. Для того, чтобы все это организовать, привлекать дополнительные силы или расширять штат, этим городам не придется. Англоязычные отряды соберут из действующего состава. В городах Мудиаля такие отряды полицейских полиглотов появятся по решению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Для них уже определена правовая база и основные полномочия. Патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений. Они проводят итальянцев до метро и помогут советам англичанам. Такое внимание к иностранцам со стороны людей в погонах большой плюс для имиджа страны, говорят эксперты в сфере гостеприимства. Это повлечет увеличение безопасности туристов, а значит создание более благоприятной обстановки для гостей города. И конечно это будет, я думаю, одним из знаков качества туристических услуг, которые предоставляются на территории республики Тарстан. А что касается гостей Казани и горожан, то по их мнению такая идея very cool. Когда не встречаешь людей, которые могут тебе на английском объяснить, то это трудно, можешь действительно потеряться, может даже в какую-то беду попасть. В идеале, наверное, все полистейские должны знать хотя бы английский язык. Им лучше, я думаю, что знать английский, хотя бы в пределах школьного образования. Чтобы можно было обратиться. На службу в Казани туристическая полиция выйдет уже 5 мая. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Субтитры подогнал «Симон»!